По данным МЧС было 1242 пожара, по нашим данным 3100 минимум, то есть там все засекретили. Жительница, ну это техногенных пожаров имеется ввиду, то есть это объектов промышленности, связи и транспорта. Жительница Костромы бросила бутылку с бензином в пункт отбора контрактников, видите, говорят ее задержали, в Костроме это было, причем очень ловко бросила, достаточно высоко окно, она его хорошо бутылкой пробила, то есть такая опытная. В Екатеринбурге сгорел цех «Уралтрансмаш», это единственное предприятие, которое выпускает самоходные артиллерийские установки путинские для войны, и там сгорел цех. Бывает, Нань тоже молнией ударила. В Хантамансийском автономном округе город Нягань филорама сгорела. Ну не дня без филорамы, но мне сообщили, что еще несколько филорам сгорел, но пока информации ни у пожаров, ни у кого нет, я поэтому без такого подтверждения не могу об этом сказать. Но я знаю, что несколько филорам сгорел, ни дня без филорамы, это очень правильный лозунг. Пиенза, воспламенился склад пластика, 500 метров, ну там больше, конечно. Вначале пожарные писали 300, потом написали 500, на самом деле гораздо больше и горело прям феерично, что называется. Вот, и Новотроицкая, Оренбургская область, предприятие горело «Энсплав», тоже, кстати, работает на оборонку и тоже погорело. В Казани, Казань, компресс «Маш» горел, тоже, видите, то есть раньше один завод горел, ну, в неделю. Сейчас, наверное, десяток заводов горит каждый день. Это хороший показатель, я думаю, путинцы будут усиливать так называемую безопасность, камеры будут развешивать везде, где еще не повесили. Поэтому будьте очень аккуратными, внимательными, хитрыми, пытайтесь их перехитрить. Значит, в Ростове мебельная фабрика двухэтажная сгорела, очередная. Опять любят двухэтажные мебельные фабрики там сгорать. Просто ужас какой-то. Воронежская область. Опять вот, ну, наши пишут, что это китайские шпионы, но я уверяю, не все это делают китайские шпионы. Разгорела пшеница на корню, ну, это бывает там, где всякого рода кулаки-захребетники, которые забрали у людей, их доли выделенные, я имею в виду земельные, да, там, паи и так и далее. То есть где-то силой власти, где-то силой денег, в общем, там вот иногда сгорает пшеница, бывает. В Якутии, ну, тут вот пишут, что там 930 тысяч гектаров, горит такая чушь, там горит очень много. Это уже не гектарами, это уже нужно десятками квадратных и, может быть, сотнями квадратных километров исчислять. То есть в Якутии даже с космоса видно, что горит вся. И, конечно, никто тушить не собирается, но вопрос, случайно это или не случайно. Я вижу, что это абсолютно не случайно и, ну, возможно, здесь китайцы действительно имеют отношение к этому, может быть, какие-то еще люди. Но что это не случайные пожары, это точно. И вот интересно, сильный пожар, помните, происходил в здании Центра цифровизации образования в Москве. Ну, сам пожар нас не так волнует, хотя там поджег. А вот тушение было очень интересно. Представляете, прилетел вертолет, который откуда-то таскал воду, я не знаю, откуда он брал, может быть, тут же из Москва-реки, может быть, и откуда-то еще. И в результате уронил на прохожего огромную рыбину и чуть не покалечил. То есть, человек такой, подарок, он сфотографирован с громадной рыбой. Вот, бывает же такое чудо, с неба упала рыба. Вот, и пишут, что неизвестные перекрыли водопровод из Ростова в ДНР, то есть в Донецкую область, да. И, в общем-то, кто-то перекрыл задвижку возле хутора Едуш, она находится в 50 километрах от трассы. То есть, это такое сознательное действие. Но в следующий раз нужно не задвижки перекрывать, потому что они там будут уже стоять, ждать, а саму трубу рвать. И это гораздо проще. Но водоснабжение нарушено, и нарушено серьезно. И это хорошо, в общем-то, так и должно быть. Водоснабжение нарушено. 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 Продолжение следует...